доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити сегодня у меня не совсем обычное видео и только в самом конце я наверно скажу о психологизме всей этой ситуации сейчас на ваших экранах вы видите созданный мною коллаж простая простой документ а4 и вот вставлены картинки что мы здесь с вами видим вверху мы с вами видим президента владимир владимировича путина его одного из главных советчиков и соответственно предстоящее нам изменение конституции было оно назначено 22 апреля перенесли его ну и так далее собственно речь идет о изменении конституции как основного закона российской федерации того документа который в цивилизованных странах существуют столетиями и не меняется по сути тоже американская конституция европейские конституции и так далее это так на самом деле они практически не меняются за небольшим небольшим исключением а если меняются то в какой-то незначительной своей части и действительно не фундаментально какими-то отдельными моментами поправками до вносится поправка дискутируется все это очень активно в обществе эти поправки в европейских западноевропейских американской конституции вносятся с большой осторожностью и пиететом к тому что создано предками но тем не менее вот у нас собираются менять эту самую конституцию вносят в нее сотни или десятки поправок фактически она уже утверждена эта конституция но не об этом я хотел бы сказать как ни странно понятно что от кириенко убийца атомной отрасли россии и это так на самом деле значит наш президент окружение этого президента значит такие личности как олег газманов шнур очень хороший супер просто популярный режиссер карен шах назаров такие актеры которых я просто люблю и обожаю это колягин машков константин хабенский гармаш сергей безруков на фоне алексея навального и так далее смысл в том что это удивительные люди на то есть шнур действительно свое время был нечто необычным газманов с его москва златоглавая ах вы кони мои кони там страшная песня надоевшая по моему всей стране но неважно их так их творчество меня не очень приличает но это личные мои детки не обращайте на это внимание значит но колягин это гений всех времен и народов маш как актер машков это гений как актер всех времен народов он войдет в историю россии несомненно гармаш это гений он войдет в историю россии хабенский это гений и он войдет в историю россии Карен Шахназаров это гений и он войдет в историю России, о всех них, даже о Шнуре Газманове будут вспоминать наши потомки, дети, может быть там через десятилетия, столетия и обсуждать этих людей как одних из ярких представителей, гениальных актеров, режиссеров. Здесь несколько особняком стоит, обратите внимание, еще Константин Хабенский, молодой актер Сергей Безруков, не очень молодой, они все не очень молодые актеры, но тем не менее это удивительные, талантливые, удивительные люди культуры, люди создавшие свои какие-то образы, произведения искусства, роли и так далее, и так далее, и так далее. Удивительные актеры, удивительные люди, что, не устану об этом повторять, что Калягин, что Гармаш, что Безруков, Хабенский, Шнур с его музыкой, значит и так далее, и так далее, Газманов и так далее. Хабенский, обратите внимание, на коллаже стоит несколько особняком, сейчас поясню почему и перейду к самому главному. У нас канал психофизиологический и перейду к психологии. Вот как хочу сказать главную основную мысль, все эти люди, они гениальны своему, по факту, то есть они гениальны, они войдут в историю России, они будут знать, помнить и так далее. Но как актеры, режиссеры, там, песцы, они гениальны, а вот как человечки, с учетом той ситуации, которая складывается вокруг путинской конституции 2020 года, они, у меня было заготовлено много негативных слов, но как человечки, они показали себя как люди. Вот так вот, не человечки, не будем говорить, что все-таки это люди, да, как люди, они себя показали людьми с гнильцой. Поддержали по разным причинам вот эту самую конституцию, понятно, что у каждого свои какие-то задачи, у кого-то, значит, поддержка детей, как у Хабенского, предположим, с его фондами благотворительными, одним фондом, как минимум. Значит, ну, тем не менее, последнее выступление, в частности, вот безрукого поддержка культуры, да, то есть поддержка культуры в целом, занесение каких-то отдельных аспектов и моментов жизни общества в конституцию, касающиеся культуры. Конституция, на мой взгляд, не тот документ, который надо менять легко, просто и свободно. Это должно быть обсуждаемо, это должно быть дискутируемо. Любое изменение, любое предложение, любая запятая, построение мысли в этом основном документе, по которому живет вся страна, требует больших умственных, интеллектуальных затрат, раздумий, размышлений, принятия взвешенных, обдуманных решений. Но, тем не менее, власть, покупая этих удивительных, замечательных, великолепных актеров, режиссеров, писателей, поэтов, музыкантов, покупая их, она, понятно, себя дискредитирует и дискредитирует большому, большому моему личному сожалению, дискредитирует этих людей. С гнильцой оказались эти, уже я скажу, не люди, а людишки. Как актеры, они великолепны и талантливы, а как люди, они оказались не очень. По факту, на 2020 год, и я думаю, что наши потомки в дальнейшем будут говорить о них, как о людях не очень честных, порядочных и так далее. Я предполагаю, что это будет также сильно и весомо отмечено в истории Российской Федерации, как их гениальность, их произведения, произведения искусства. Будут также обсуждать и их таланты, их актерские качества, и так далее, и так далее, и так далее. Творчество их будут обсуждать. Наравне с этим обязательно учителя истории в школах в прекрасной России будущего будут говорить о них, как о не очень честных и порядочных людях по отношению к обществу и государству в целом. То есть, они выступили в данной роли на начало 2020 года, как не очень честные, чистые, культурные, с гнильцой человечки. К сожалению, к моему глубочайшему заблуждению. Не хочу никого обидеть. Возможно, я заблуждаюсь в чем-то. Я простой человек и не знаю всех обстоятельств и так далее, и тому подобных вещей. Но, тем не менее, я вижу то, что транслируется на всю Россию по отношению, допустим, Безруков своего выступления по поводу русского языка и так далее, и так далее, и так далее. Выступлений других людей, их отношения, высказываемые в СМИ еще где-то, оно просто ужасно. Люди с гнильцой оказались. Актеры великолепные, гениальные. Деятели искусства великолепные, гениальные. А как люди, а ведь судят не по словам, судят по делам, их дела, к сожалению, не скажу, что полностью их творчество не нивелируется тем, какие они люди. Все-таки надо разделять актера, режиссера, писателя, там еще кого-то, человека культуры. И просто человека, да, он выходит на сцену, он играет в спектакле или в каком-то фильме, или еще как-то, музыку какую-то сочиняет. Это одно, это культура, это, но как тогда понимать рождение гениальных образов, гениальных идей, гениальных мыслей этих людей, исполнение гениальное тех или иных, допустим, ну, пускай будет спектакль, кино и так далее, сравнить с тем, что они себя представляют как личности. То есть, если говорить об этих людях на этом коллаже, с одной стороны, одна сторона медали, это их актерство, творчество, будем говорить так, творчество этих людей, а с другой стороны, оборотная сторона этой медали, это они как личности. И, к сожалению, их сторона как личности, для меня лично, я думаю, для многих здравомыслящих и думающих людей, она померкла, покрылась патиной, и это уже не то золото культуры, искусства, творчества, которое мы видим на экране в их фильмах, там, я не знаю, там, песнях, музыке, актерстве, режиссерстве. С другой стороны, это все-таки человек, личность, и оно покрыто патиной. Это медаль, это гениальность, она несколько нивелируется ими, ими же самими, как людьми, в отношении к данной текущей ситуации в Российской Федерации, в России в целом. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»